Друзья, всем привет! Сегодня четверг, 15 ноября и самое время сделать внеплановый сюжет про вот этих вот красавиц. Те самые камеры, которые присылают нам с вами письма счастья. Вот многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда едешь по дороге, 80 можно ехать, а потом бац, и стоит какой-нибудь частник уже с треногой, который фиксирует камеру якобы на 40, потому что идут дорожные работы или просто опасный участок. И многие из нас задают вопрос, ну почему, почему нам приходят эти штрафы бесконечные? Как от них избавиться? Именно об этом мы поговорим в этом сюжете. Погнали! Но прежде чем мы начнем, блондин исполнит рекламную паузу. Я не открою для вас Америку, если скажу, что каждый из нас сегодня пользуется телефонами и использует сотовую связь. Так вот я вам предлагаю рассмотреть новый тариф от МТС, цена которого 900 рублей. В этот пакет входит 5000 минут по всей России, включая Крым и Севастополь. На любых операторов и городские телефоны. Вот это настоящий безлимит. 20 гигабайт мобильного интернета. С одной стороны это не так много, но с другой стороны для мобильного интернета это более чем достаточно. 3000 бесплатных смс. На этот тариф можно перейти абсолютно с любого оператора без потери вашего номера. И всем тем, кто приходит с пометкой от Машкова, имеет возможность получить золотой номер. Входящие практически по всему миру для вас становятся бесплатными в пределах пакета 5000 минут. Не платите вы, и тот, кто звонит вам, тоже платит по такому же тарифу, словно вы находитесь в России в соседнем доме. А если вы крутой парень и у вас есть бизнес в других странах, вы можете подключить дополнительный пакет выгодных международных звонков. И для вас одна минута исходящая станет от 1 рубля 50 копеек. В общем, есть куча всяких крутых примочек и дополнительных функций, это же МТС. Друзья, для вас ссылка остается в описании, переходите, смотрите. Если у вас останутся вопросы, там будет контактный телефон, звоните, вам все детально расскажут. Ссылаясь на меня, для вас будет золотой номер. Погнали! И не стоит перелистывать рекламу, ведь такой тариф от МТС вам действительно может помочь начать экономить деньги. Друзья, цель данного видеоролика не научить вас уходить от штрафов. Нет, ни в коем случае, если вы совершили правонарушение и вы это сделали умышленно, вы должны за это понести наказание. Цель данного ролика посмотреть, а есть ли все-таки лазейки, дыры в законе. Ну, сами знаете, бывает такое, что когда ты оплачиваешь штраф, проходит неделя, две, три, а твой штраф не списывается. Ты берешь эти квитанции, приходишь в ГАЭ, тебе говорят, мы ничего не знаем. Ты идешь к судебным приставам, они говорят, к нам еще ничего не приходило. Одно, второе, третье, пятое, десятое, задаешься вопросом, а почему, почему так, если я заплатил за штраф, а он не списывается, какие-то брежи в системе, нафига это надо? Самые простые, частые способы, которые встречаются нам сегодня в интернете, полно наклеечка, наклеишь на госномер, его не видят. Когда я купил автомобиль вот этот, я его получил с таким номером. Казалось бы, ДТП, нет, друзья, вы сами прекрасно видите, он весь полностью затерт, он замят, он висел спереди. Я спрашиваю, владельцы помогают от камер, от камер все сделал, он говорит, ну, на некоторых да. Да, некоторые камеры все-таки фиксируют, гаишники останавливают, вопросы задают, штрафовать пытаются. Все вопросы, естественно, решаемы, но вот это вот не совсем правильное решение. Далее, многие вешают рамки перевертыша, нажимаешь на кнопочку, он перевернулся. Есть всякие магниты, то, что можно листочек примагнитить, едешь, все это приводит к одному. Если тебя поймает хороший, честный гаишник, лишение прав. Вот, пожалуйста, вам моя собственная разработка, когда мне было 20 лет, отошел на 5 минут, как я это делал, приехал куда-нибудь. Я тогда раньше даже не знал о том, что выгоднее парковку, например, в Москве оплачивать. То, что 40 рублей в час, нежели чем 2,5 тысячи, вот так это выглядело. Тоже неправильно, да? Ну, надо все-таки соблюдать правила дорожного движения, но все-таки цель ролика не учить вас, что правильно, что неправильно, а цель ролика поделиться с вами информацией. Ведь гуляет слышок о том, что можно закрыть любой штраф, заплатив всего лишь 1 рубль. У меня было штрафов на 12 тысяч рублей, я заплатил 12 рублей, и у меня нет штрафов. Давайте переместимся с вами в офис и посмотрим, как это все происходит. Есть куча различных способов. Если вы залезете в интернет, начнете читать, вам будут рассказывать о том, что дождитесь, пока ваш штраф станет просроченный, дождитесь, пока с вами свяжутся судебные приставы, начните писать отказы, начните писать претензии, скажите то, что вы пойдете в суд, начните вести действия и хочется задаться вопросом, нахрена это нужно вообще, вот этот геморрой. Особенно, когда речь идет за 500 рублей, за 1000 рублей, за 2000. Ну, в любом случае, правильно не нарушать, верно? Вот для чего камеры по городу вешают? Безопасность. В первую очередь, сдерживающий фактор, чтобы ты не гонял. Пойдемте, присядем за стол, мы переносимся ко мне в кабинет, в мою маленькую норку. Друзья, есть различный способ. Вот, смотрите, я, общаясь с одним человеком, узнал такую историю о том, что он три года катался на автомобиле, и ему никогда не приходили штрафы. Я спрашиваю, почему? Как выяснилось то, что при оформлении в ГАИ допустили какую-то ошибку. Она ему никак не помешала получить номер на автомобиль, она ему никак не помешала получить все документы на автомобиль. Все, он получал, ездил, передвигался, пожалуйста. Но при этом, никакие штрафы ему не приходили. Поэтому, когда вы ставите автомобиль у себя на учет, уточняйте у ГАИшников. Ну и переходим к основному. Вот, смотрите, я вам сейчас буду выводить информацию на экран. С 15-го года, как вы знаете, я передвигался на автомобиле Мазда. Естественно, как у всех, приходили различные роды штрафы, мы их оплачивали. Вот даже есть чеки, на всякий случай вам показывают то, что все по-честному пришло. Но, как я сказал в начале, столкнулся с ситуацией, приходишь, а штраф все так же висит. Мне тут недавно пишет один из моих друзей, назовем его Мистер Икс, который задает тебе вопрос, а есть ли штрафы у тебя? Я говорю, есть, конечно, не было бы, сделали, что нужно. Вот я вам сейчас показываю отчет по автокоду, который я делал еще 26 августа 2018 года, где есть неоплаченные штрафы. Вот я вам показываю всю эту историю штрафов. Вот они, полетели родные, да? Один, второй, третий, пятый, десятый. И я эти штрафы не оплачивал не потому, что там не было денег, а просто-напросто я думаю, блин, ну как-нибудь придет день, приду и разом все оплачу. И он мне рассказывает, смотри, попробуй сделать следующее, запоминайте и дублируйте на себе. Заходите в приложение Сбербанк Онлайн. Если у вас есть штраф, который уже просрочен, вы находите его, делаете платеж не 250, не 500, не 1000, не 2000 рублей, а ставите просто платеж 1 рубль. Тем самым нажимаете оплатить, после этого, там через сутки, по идее, делаете проверку еще раз этого штрафа, и его у вас в базе не будет. Вот я сейчас прихожу на более свежий отчет от 6.11.2018. Я сделал этот отчет через неделю после того, как я оплатил эти штрафы, отдал примерно 12 или 18 рублей, уже даже не помню. И факт в том, что когда я захожу в раздел штрафы, по данным ГИС ГМП, на автомобиле штрафов нет. Прошло еще неделю, я думаю, ну на всякий случай, мало ли, вылезли. Делаю свежий отчет, и опять-таки штрафов никаких нет. О чем это говорит? Возможно, это какая-то дыра в системе, и я пытаюсь не научить вас оплачивать штрафы по-быстрому. Я хочу призвать всех, что не нужно этого делать. И самое главное, что эту дырочку нужно залатать, потому что если все об этом будут узнавать, а об этом многие будут узнавать, эта информация уже давным-давно гуляет по интернету. Люди начнут делать что? Хаос начнет сам натуральный. Все будут кататься как хотят, все будут знать, что я могу проехать по выделенной полосе, и потом оплатить всего лишь 1 рубль. Важно понимать, что если у вас вдруг есть активный штраф, который еще числится как свежий, вы оплатите рубль, вам придет ответ о том, что нужно доплатить еще там, допустим, 249 рублей или 999 рублей. Все это прокатило именно с просроченными штрафами. И поймите правильно, моя задача не научить вас отклоняться от штрафов, а наоборот, предостеречь вас от мошенников. Так, например, в инстаграме нашего канала, куда я вас постоянно приглашаю подписаться, уже идут активные обсуждения, где люди рассказывают, знаем мы эту тему, делали, кидали мы по рублю с приложений, с неких баз там каких-то сторонних. Все это списывается, но подъехали гаишник, говорим, будьте добры, проверьте. Проверяет, а штрафы в базе ГИБДД висят. Что вы думаете, есть люди, которые уже предлагают услугу, спишем все ваши штрафы за маленькую сумму. Они начинают считать, так, 12 тысяч у тебя штрафов, ага, оплачивай 3 тысячи, и мы тебе все спишем. Ты им даешь 3 тысячи, они тебе списывают, ты заходишь в приложение, штрафов нет. Но они как бы есть. Поэтому попробуйте, посмотрите на своем примере. На рубль вы как минимум не обеднеете, потестируете, ну мало ли получится. Обязательно доеду, посмотрим, что скажут гаишники. Тема горячая, поэтому не раздумывая, снимаем и доносим до вашего сведения. Друзья, пишите, что думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что именно там выходят все свежие новости. Именно оттуда идет обсуждение и принятие решения, будем ли мы снимать этот сюжет. Там людям тема показалась горячей и полезной. Блондин потихонечку преображается, новая куртейка, новые штанцы, постригся. Не забывайте о том, что в описании к этому ролику остается ссылка на МТС. Посмотрите тариф, возможно, вам тоже будет полезен. У меня пока что на этом все. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Скоро у нас выходит обзор на BMW X6. До новых встреч, всем пока-пока.